Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. В Институте береговой охраны ФСБ России прошел выпускной. Несанкционированная торговля и методы работы с нарушителями. На рабочем завещании Сергей Сергеев рекомендовал сотрудникам администрации чаще использовать законы и жестче наказывать за рецидивы. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. В Институте береговой охраны ФСБ России состоялось торжественное мероприятие. Выпуск курсантов, которым присваивается звание Мичмана. Это третий по счету выпуск после открытия института в Анапе. Институт выбирают местом учебы все больше анапчан, несмотря на то, что их, как правило, не оставляют служить дома на Черном море. Как отметил в интервью нашему каналу начальник Института Владимир Белков, повезло выпускникам именно этого года. В связи с предстоящей Олимпиадой в Сочи многие получили распределение в Новороссийск. Что же так привлекает ребят в этот вуз и как происходил выпуск? Подробно в нашем следующем сюжете. Для нас, например, оценкой, первичной оценкой наших выпускников является количество вызовов после стажировок, которые приходят с мест, где они проходили эти стажировки от начальника управления. Вызовов, поверьте, 50% выпускников просит именно служить туда, где они проходили стажировки. Под звуки военного оркестра на плацу построились молодые люди, которые последние три года проходили обучение в институте. На трибунах, напротив, почетные гости, среди которых мэр города-курорта Сергей Сергеев, председатель Совета депутатов Леонид Кочетов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского, отец Александр, преподаватели вуза, ветераны. К ним в институте относятся с особым почтением. Начальник института, контр-адмирал Владимир Белков, поздравил ветерана службы наставника Анатолия Ильича Шилова, которому в столь знаменательный день исполнилось 85 лет. После того, как был зачитан приказ о присвоении выпускникам первого воинского звания, началось торжественное вручение дипломов. Лучшим из лучших тем, кто принимал активное участие в общегородских мероприятиях, спортивной жизни, прославлял институт за пределами края, начальник института лично вручил почетные грамоты. После того, как выпускники переоделись в новую форму, им дали напутствие. Уважаемые выпускники, желаю вам крепкого здоровья, всем вашим близким, уверенности в завтрашнем дне. Будьте верны военной присяге, бдительно и надежно охраняйте границы нашей Родины. Пусть вам всегда сопутствует удача, крепкое здоровье и добрые экипажи в вашей службе. От имени выпускников выступил Денис Константинов. Институт научил нас быть лучшими в своем деле, научил корректно и грамотно действовать в любых ситуациях. А еще институт научил нас учиться, добывать знания, совершенствоваться в своем деле. Теперь мы уже мичманы, нам вручили погоны, и мы должны быть достойны этого звания. Так приятно осознавать то, что мы готовы защищать мирное небо над головами наших матерей и отцов, братьев и сестер. В любое время и в любых условиях каждый из нас честно исполнит свой долг перед Родиной. Отдавая дань памяти морякам, героям, защитникам Отечества и освободителям Анапы, города воинской славы, курсанты возложили гирлянду памятнику Ивану Голубцу, который установлен на территории института. Новоиспеченные мичманы под звуки марша прошли по плацу, и по традиции всех российских военных вузов бросили в воздух монетки на счастье. Институт береговой охраны ФСБ России выпустил в жизнь курсантов, которые получили воинскую специальность. Она им пригодится в жизни. Не обязательно они всю жизнь будут военными. Они могут применить свои знания и в гражданском флоте. Ну, очень много принести пользы стране. А вообще еще раз хочу сказать, все, что мы сегодня увидели, это впечатляет и придает уверенность в том, что мы на правильном пути, и то, что у нас есть завтрашний день. Лариса Басова, Роман Карпов, Анапа-Регион. В администрации города прошло краевое совещание в режиме видеоселектора, посвященное организации миграционного контроля на территории Кубани. Его провел министр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края Борис Глебов. По поручению губернатора Кубани во всех муниципальных образованиях прошли проверки по выявлению незаконных мигрантов. Об итогах расскажет Светлана Авилова. Краснодарский край должен ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. Такова задача, поставленная губернатором Кубани перед городами и районами края на Совете безопасности. Но, как выяснилось из докладов, отмечает министр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края Борис Глебов, не везде главы отнеслись к поручению с должной ответственностью. В селе Львовское выявлены и привлечены к ответственности 49 китайцев, которые занимались производством овощей. Анализ продукции показал большое количество тяжелых металлов. В Армавире за эту неделю было выдворено 13 узбеков, работающих в городе нелегально. В Каневском районе зарегистрировано 417 мигрантов, но только 115 из них имеют разрешение на работу. Среди незаконных мигрантов не только нарушение трудового законодательства, но и случаи распространения наркотиков. Кроме того, зафиксированы случаи, когда мигранты стали носителями различных опасных инфекций. По окончании селекторного освещения о действиях администрации Анапы в отношении контроля мигрантов главе курорта доложил его заместитель Сергей Козлов. Работаем активно, сообща, отметил он. У нас компактно проживание иностранных граждан. Нет. Результат есть, и у нас где-то точечно, где-то по информации наших жителей города курорта Анапы и по информации наших глав. То есть мы работаем и продолжаем эту работу делать. За прошедшую неделю в Анапе проведено 10 рейдов. Проверено 129 иностранных граждан. 72 из них привлечены к административной ответственности. Глава курорта Сергей Сергеев обратился к представителям ответственных служб. Все мы понимаем, что наша основная задача сегодня – успешное проведение курортного сезона. Но и о других направлениях работы забывать нельзя. Тем более, что все они взаимосвязаны. Миграционный контроль – один из приоритетов. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Несанкционированная торговля и методы работы с нарушителями. На рабочем совещании Сергей Сергеев рекомендовал сотрудникам администрации чаще использовать законы и жестче наказывать за рецидивы. Продажа алкоголя сомнительного качества и неизвестного производства. Не только нарушение правил торговли – это цена чьей-то жизни. У мэра Анапы Сергея Сергеева есть претензии к коммунальным службам. Мусорные баки на улицах города грязные. Еще больше претензий к хозяевам незаконных торговых точек и контролирующим службам. Домашнее вино «Сомнительная чача» и холодный лимонад продают на 128 объектах, хотя разрешение получили всего 45 хозяев. Остальные торгуют нелегально и неизвестно чем. Контролировать каждый день и каждый час мэр Анапы Сергей Сергеев выдал готовый рецепт борьбы с нарушителями. Специалисты администрации не в кабинетах должны сидеть. В городе слишком много работы для такой роскоши. И на примере одного отчета главы Витязевского сельского округа объяснил, как надо работать. Деятельность осуществляется без лицензии. Составлен протокол изъята продукция. По некоторым в настоящее время продолжает осуществлять деятельность. Дорогие друзья, мы что, гранатами должны забросать эту точку или что? Или у нас, может кто-то мне подскажет, нет правового механизма? За месяц специалисты провели 73 мониторинга продаж. На 31-й точке напитки продают нелегально. Письма направили в полицию и прокуратуру. Сергей Сергеев распорядился на следующую встречу сделать карту города и отметить на ней все разрешенные объекты торговли. В бардаке удобно ловить рыбу, отметил мэр. А напчане хотят порядка. И он в городе будет. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. И в продолжение темы. Межведомственная комиссия продолжает проверять торговые точки. Нелегальную продажу вина зафиксировали в поселке Витязево. Хозяин торгового места реализовывал алкоголь без акцизных марок и разрешающих торговлю документов. Комиссия незамедлительно организовала проверку точки на улице Рос. Выявили незаконную торговлю алкоголем. Сотрудники полиции нашли в подсобном помещении вино. Суррогат изъяли. Предприниматель реализовывал алкогольную продукцию из коробок Тетропак емкостью 10 литров. Название вин известны и в народе почитаемые. Каберне, Изабелла, Шардоне, Черные глаза, Черный лекарь и Татьяне День. На хозяина торговой точки составили административный протокол. Алкогольную продукцию арестовали. И к другим темам. Энтеровирусного менингита в Анапе нет. В городе-курорте не зафиксировано ни одного случая инфекции. Рассказала начальник территориального отдела Роспотребнадзора Лариса Медведева. Подробности в материале Алины Гумеровой. Эпидемиологическая обстановка в Анапе благополучно отметила Лариса Медведева. Случаев заболеваний энтеровирусными инфекциями в городе не было. Вспышки менингита в Ростове, Подмосковье и Москве – повод для усиления профилактических мер. Специалисты предупреждают, что энтеровирусная инфекция, как и любое другое вирусное заболевание, опасна осложнениями. Сегодня в Анапе в рамках профилактики энтеровирусного менингита обследуют всех детей, приезжающих на отдых. Особое внимание уделяет поступающим с острыми респираторными заболеваниями и кишечными инфекциями. Уже обследовали 30 детей, энтеровирусов не обнаружено. Я обращаю ваше внимание, в первую очередь, родителей, бабушек, дедушек, чтобы вы четко смотрели за состоянием здоровья своих малышей. Энтеровирусная инфекция представляет собой группу острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемой различными представителями энтеровируса. Энтеровирусы отличаются высокой устойчивостью в среде, способны сохранять жизнестойкость и в воде водоемов, что сейчас актуально в связи с купальным сезоном, и влажной почвой, и на продуктах питания. Вирус быстро погибает при кипячении. Инфекция характеризуется высокой контагиозностью, то есть быстро распространяется и легко передается. Пусти передачи – водный, воздушно-капельный, контактно-бытовой и пищевой. Источником инфекции могут быть носители вирусов и больные люди, в том числе с бессимптомной формой. При первых признаках болезни специалисты рекомендуют обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Распотребнадзор, Управление здравоохранения и образование администрации города проводят профилактические мероприятия с целью охраны здоровья детей и обеспечения их безопасности. Алина Гумерова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. Файт. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В четверг, 4 июля, в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы плюс 23-27, ночью до 20 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 23 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Стань. 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 Стань.